не смотря на погоду Сюрих с утра гораздо приятнее чем вечером при огнях при елках при гирляндах и вот в этих вот гораздо приятнее я короче заказала себе этот слизь пас он конечно стоит несмотря на скидку в 20 процентов по моему он обошелся мне в 17 чем-то тысяч на 4 дня он позволяет пользоваться общественным транспортом а также поездами и электричками между городов да и все это входит в одну сумму без каких-либо лимитов езжай наслаждайся в любую точку швейцарии по моему так плюс еще около 500 музеев которые можно посетить бесплатно а какие-то за скидка 50 процентов это очень напоминает джордан пас а также у нас в россии по моему тоже уже сделали рус пас но я с этим еще ни разу не сталкивалась и понятия не имею что это вот хотя я уже столько в россии городов объехала мне остались только всякие там алтай и мордови тувы вот ждем с 15 мы с подноса ушел вот в ту сторону прошел а до этого еще один ну короче я так поняла что они очень часто ходят так что надежда есть и еду на центральную станцию оттуда в не помню я уже трамвай я правда не знаю можно я спросила тетка вообще не знаю что такое свиспа хоть мне не высадили и не оштрафовали мне очень страшно я знаю все эти немецко-говорящие страны они такие жестокие пока разберешься тут с этим вокзалом вообще ни хрена не понимаю еще внутри рождественская ярмарка куда идти что делать не знаю короче когда я брала билет на поезд ну или электричку неважно до города короче я чуть голову не сломала ни одного кассира ничего может быть здесь узнать я вообще в панике а вот ротушка наконец-то кто-то живой все пошла узнавать чтобы меня оштрафовали а то я со своим с ее спасом какое-то это деревня на прогулке милая молодая девочка объяснила мне что все very good что никто меня не тронет что я покажу вот этот грёбаный кукукушный код и меня впустят все сейчас еду в зарга вот седьмая платформа let's go 838 меня ждут приключения с моим анатолием ты готов нет я конечно не читала но я так поняла что швейцарская вот эта система же дэшная просто каких-то невероятно космических заветвлений развелитвлений но в том плане что конечно тут жестец какой-то происходит то есть поезд это вообще number one я там посмотрела эти железнодорожные пути господи паутина паучья отдыхает кажется вот моя седьмая платформа но язык до киева доведет я тут только языком исправляюсь все говорят на инглиш и я вообще просто я в раю все зурганс зарганс простите все зарганс если ты знал как долго я ждала нашей встречи и кажется она вот-вот на станет но двухэтажными автобусами уже мало кого удивишь уже у нас этих двухэтажных автобусы господи поезда ансори иногда у меня мозг говорит отдельно от языка или наоборот язык говорит отдельно от мозга это утро ладно сегодня можно все спихнуть на утро здесь можно самое важное я надеюсь на горячую воду я надеюсь что это как наши российские поезда с горячей водой есть возможность тены sorry i think it's the first class right first class yes i'm sorry where can i can go like this second next car oh second oh thank you so much great thank you так ну ладно заодно посмотрите вагоны первого класса хренли так ну что это уже второй класс для чемоданов я хочу немножко подальше ну короче не вижу никакой горячей воды станции вот это конечно печально это хотела чайку с утра что делать я не знаю а здесь многолюдно я надеялась найти менее людное место ладно все пока сюда кстати этот вагон из которого я сюда пришла он оказался более свободным они ж такие шумные если в толпе и короче конечно же ко мне присоединились я уже немножко с ума я думаю перейти не надо вот слухали как он дрожит нет я конечно не против я же в первый раз здесь мне хочется расслабиться вообще знаете когда происходят такие ситуации когда ну кто-то шумит кто-то мешает ты пришел и начинаются так сказать вытеснение как бы да то есть твой мозг это воспринимает как какую-то вот преграду к твоему счастью это я лично про себя говорю да потому что я за собой наблюдаю такие моменты я начинаю злиться и потом принимаю решение покинуть это место и уйти в другое и понимаю что мне просто комфортнее вот в этом новом месте и еще это расстрениваю как как бы не вытеснение а как бы пинок такой в хорошем смысле пинок мне под зад мол не сиди вот в этом месте это не твое место иди ищи свое короче я просто нашла себе что-то более подходящее сейчас мы в тоннеле выйдем покажу какой мне вид открывается правда дождь там какой-то ресторан значит есть я говорю о горячей воды мне нальют он говорит не ну если ты мило попросишь то может быть и нальют просто так и не попросят денег ну давайте уже выезжаем на свет просто какой-то невероятный длинный тоннель что происходит и вообще знаете счастлива если честно как дебил я так давно простраиваю этот маршрут я так давно избегала эту страну потому что думаю господи мне же самое важное это попасть лихтенштейн потому что в швейцарию это как бы можно ввозь вообще на 1 2 3 пожалуйста но блин это ж нужно еще доехать до лихтенштейна вот этот вот вот этот вопрос как решить потому что по факту у меня остаются сейчас самые мелкие страны это сан-марина андора лихтенштейна но в списке не посещенных и знаете это такой болезненный момент потому что все страны находятся в тех странах которых я уже была и по какой-то причине но не смогла доехать кстати тоннель продолжается что за жизнь ну и вот наконец-то как бы все свершилось и я еду в заргонс и как раз я из заргонса планировала ехать в лихтенштейн я надеюсь сложится удачно я надеюсь кого-нибудь попросить посторожить моего вот собственно тут такая красота что можно было бы не показывать чтобы чтобы не испугались вот но что собственно это дальше все мечты сбылись наконец-то удачным образом причем я так долго не хотела оставаться в цюрихе думаю блин только не в цюрихе надо сразу в какой-нибудь берн ехать или еще куда-нибудь поближе к тем местам которые я хочу посетить и такая ну и же просто плевнула поняла что вечер идет я уставшая два перелета в раннее пропуждение вот я в общем думала думала и психанула осталось в цюрихе за 3850 рублей ночевка и тут же встречая ресепшене парня который говорит блин а чё ты тупишь возьми себе этот свист пас иначе тебе все обойдется очень дорого на три дня возьми на я правда на 4 взяла и год все идеально объездишь все что тебе хочется поэтому у меня даже может быть еще дня два останется и потом куда-нибудь еще полечу ну поглядим ладно пошла за чаем так ну что чаем я обошелся в 470 где-то в 400 рублей всего копейки зато у меня здесь будет завтрак слева озеро надо за конца осталось примерно 50 минут и того в дороге всего час красота ну кафе конечно это единственное место где можно каким-то образом позавтракать там есть какие-то булочки еще что-то это я вчера в магазине в линде купила вот в этом магазине купила кстати там такая классная тетка и вообще пока они мне так все нравится такие веселенькие задорные с какой-то сумасшедшинкой ну что до встречи в зеркансе